здравствуйте дорогие мои господа я сразу всем предоставляю это замечательный мой товарищ вот они тоже пришли покушать покушать в столовой по-домашнему потому что где еще можно кушать кроме как здесь то есть люди взрослые люди прекрасно понимающие и люди знающие как это делается они прекрасно понимают где кормят и где кормят хорошо так вот их кормят хорошо и вкусно здесь столовая по-домашнему что на вокзальной 110 и свой очередной визит в столовую по-домашнему был очень прост мы работаем уже второй год конечно это не орион но потихоньку человеке начали понимать что для вас мое тв а теперь тв другое которые ваши бабки вытягивает по сути для начала покажу что ты вы грамотное может она может круто распиарить любого грамотное тв и все те кто работают с нами это понимают но не все дальше и правильнее вы должны понять что благость ваша от удовольствия все видят как вы крутые все понимают результат вы работаете с теми кто не соскочит и не предаст и вот это правило конечно но дано не каждому но вы подумайте что получается и выкиньте жажду наживы не все меряется деньгами не все лучше когда про вас говорят к слову о том что вы видите сейчас но много у меня клиентов почти все кто можете позволить вкусить и круче вот только зачем зачем вкушать то что готовится по домашнему я по сути готовлю также и от винта я-то знаю те рестораны так вот правильные рестораны и они-то не наши тамошние где все с пылу с жару и как дома и по сути все можно и собрать вот только цена будет такая же как и здесь но вопрос качестве здесь каждый день что-то новенькое сделанное как для дома как-то быстро сегодня сюда пришел по одной простой причине скоро мне ехать за сыном и вот в итоге до 200 рублей сейчас по объясняю что это такое 200 рублей чуть-чуть больше меня в прошлый раз продемонстрировал но 200 рублей для меня я хотел сегодня попаститься но мне сказали что на пост ничего вкусного не должно быть я говорю я хотел бы попаститься но не получилось и поэтому сегодня покажу и харчо и салат московский а и вот еще одну замечательную тему я вам тоже хотел показать в свое время когда мы были в школе сколько у нас было рыбок-то рыбок-то было не так уж и много горбуши это только исключительно и бабушка все это дело нам давала что у нас было у нас было обычный мента и селедка вот как правило вот тоже самое что здесь и должно быть то есть вот я ем возвращаясь примерно на 35 лет назад все это ели то есть ели харчо ели салат московский ели ментая вместе с картошкой попробуем попробую просто попробуем что такое салат московский вообще-то надо все перемешать сейчас я вам просто объясню вы сюда придете естественно вот здесь вы все знаете и попробуйте обалденно из чего создан курочка картошечка морковка и огурец малосольник обалденная штука теперь возвращаясь харчо харчо было и в то время было ли оно таким вкусным а а таким вкусным оно было знаете где вот когда директор комбинатор кушал вот у него был хороший харчо я это дело знаю бабушка была в начальник общепитывалка то есть ну понятно сейчас даже не буду вам ничего рассказывать правильная реклама правильная реклама сейчас я вам расскажу извините и камеру тоже сюда ездят все нормальные люди о чем мы говорим о том что все нормальные люди хотят кушать все это недорого куда они ездят на вокзальную 110 чуть позже а теперь картошечка прямо как я дома делаю изумительнейшая и в принципе штука недорогая как нам казалось бы минтай 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 опять же и жареный он на пару то есть то что я вам показал в действительности и для меня в том числе я не сильно люблю жареную пищу тем более сегодня и сейчас потому что гораздо проще когда все дело готовится на пару а слово жаренность я ем естественно кое-что макдональдс только макдональдс правильнее и грамотнее брать единственное правильное биг маки все остальное кушать нельзя здесь а здесь можно есть все и это очень вкусно в очередной раз я расскажу что на те денежки которые я потратил мы скушали все это вместе с оператором 200 рублей обед на двоих качественный обед то бишь от 100 до 170 на человека будет круто и это на обед завтраки естественно дешевле удовольствие ну вы сами видите какое хочу еще раз а легко и место хорошее вокзальная 110 ну вот и мы покушали и опять же вам показали что в принципе это не сильно дорого то есть вы сюда можете приходить и кушать все просто суперовский готовится тоже и к слову о том к сожалению было время когда столовая находилась прямо у меня рядышком со мной да сейчас кафешки сделали или рестораны я не знаю как но хотелось бы и в итоге не сильно далеко вокзальная 110 могу и пройтись ровно 15 минут от дома если их идти не торопясь не знаю как а что вот и и и и